Ибиро Гигантская ракообразная плеоцемат ярко-оранжевого цвета. Обладает массивным панцирем, выростом на голове, длинными направленными назад усиками и огромной клешнёй, которые пускают вход в сражениях с другими монстрами. Этой клешнёй может даже пробить металл. Одинаково себя чувствует в воде и на суше, но даёт предпочтение водной стихии. Выглядит очень свирепо, однако в Годзилле против морского монстра её смогли приручить террористы организации Красный Бамбук. Которые использовали её как защиту своего острова от незваных гостей и для запугивания местных туземцев. Годзилла победила Биру, лишив её клешни. В финальных войнах Ибира была одним из монстров, контролируемых пришельцами к селенам. Под их контролем она напала на один из районов Токио, где была остановлена спецназом. При повторном появлении произошла стычка Ибири с Хедорой. Креветка наскочила на грязевого монстра и пронзила клешнёй его глаз. После чего появившийся Годзилла сжёг атомным лучом их обоих. Размеры. Длина 60 метров период Сёва, 100 метров период Миллениум. Рост 30 метров период Сёва и 50 метров период Миллениум. Вес. 23 тысячи тонн период Сёва, 50 тысяч тонн период Миллениум. Ибира появилась в двух периодах во франшизе. Период Сёва. Годзилла против морского монстра 1966 год. Годзилла Менила Габара Атака всех монстров 1969 год. Он же Атака Годзиллы и Месть Годзиллы. И период Миллениум. Годзилла Финальные войны 2004 года. Ибира также присутствовала в раннем сценарии фильма Уничтожить всех монстров. Но ей как и могу, мне не суждено было там появиться. Если вам понравилось данное видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступите в группу канала, ссылка будет в описании и ждите выхода новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok